Жарко сейчас и в Крыму, причем и в политическом смысле этого слова. Следят ли иркутяне за судьбой теперь уже российской территории? И как готовы помогать Сбратской Украине в курсе Алена Планенко? Всего за несколько часов обычный камень с берегов Байкала стал символом единения страны и уже сегодня отправится за 5000 километров в Крым. Вместе с ним повезут пять саженцев. Все это должно стать основой аллеи дружбы. Заложить ее решили энтузиасты из Иркутска в знак поддержки присоединения полуострова к России. Доставку ценного груза взял на себя Вячеслав Черемискин. В Крым он также планирует доставить саженцы из Алтайского края и республики Тыва. Туда он заедет по дороге. Когда соединился Крым, я не смог просто быть равнодушным, скажем так. То есть реально плакал от радости. И в общем-то, ну, как-то вот пришло такое вот идея, значит, да, как-то вот это дело, значит, как-то отметить. Хотели аллею, то есть аллею иркутских, сибирских хвойных пород. Ну, сейчас вроде как, раз географию мы так расширили, да, вот проекты, то есть, в принципе, можно, я думаю, по пять деревьев из каждого субъекта. В поддержку русскоязычных жителей Украины сейчас по всей стране проводят митинги, акции, теле- и радиомарафоны. Один такой проходит сейчас в Уссулии. С жителями города в радиоэфире обсуждают события в соседнем государстве. Марафон оказался настолько популярен, что его решили продлить. Не видно конца и общероссийской эстафете жуточных санкций в ответ на американские. Наш регион не остался в стороне. Например, президенту США и членам Конгресса запретили входить в здание одного из иркутских бизнес-центров и курить на его крыльце. Активнее всего на события в соседнем государстве отреагировали в интернете. Пользователи десятками создают видеоролики, а также коллажи, главными героями которых становятся президенты и известные политические деятели России и Америки. Героем розыгрыша стал и директор братской школы. На одном из местных интернет-ресурсов появилась новость, что Алексея Побойко приглашают на Украину работать министром образования. Об экстравагантном предложении сам директор узнал от друзей и коллег по работе. Я им сказал, что если будем плохо работать, я выеду. Меня приглашают. Я думаю, это сделал человек с чувством юмора, человек, который может вот такой веселой шутки позабавить других. У меня к этим людям никакой обиды. Если что, я бы их с удовольствием с собой взял поднять образование, лучше обучать русскому языку литературе. Тем временем на рынках и в магазинах региона сейчас другой, не менее актуальный повод для обсуждений. С прилавков пропали несколько известных разновидностей шоколадных конфет от украинских производителей. Перебои с поставками начались около четырех месяцев назад. Говорят, что завозов нет, что с Украиной мы не дружим. Вот такие вот объяснения, прогнозов никаких. К сожалению, увы. Впрочем, политические события отразились на поставках далеко не всех продуктов. Сыры из Украины, которых к нам привозят около десятка видов, пока поступают без перебоев. Да и ценники на них прежние. Последний раз их меняли перед Новым годом. Да и то абсолютно на всю сырную продукцию. И вот эти сыры Украина, которые мы оставили, две фирмы, они пользуются спросом. Как шли, так и идут сейчас. Разницы никакой не было и нет. Так что, несмотря на многокилометровое расстояние между нашим регионом и Украиной, интерес друг к другу не ослабевает. Причем он взаимный. С начала года по программе переселения в Иркутскую область переехали уже 77 жителей Братского государства. Алена Полоненко, Михаил Глызин. Новости по будням.